Политолог. У Армении три пути выхода из сложившейся ситуации. Прискорбно, что лидер Армении в отношении древнего армянского города Шуши говорит в контексте демографических изменений, которые произошли в результате погромов сто лет назад. Об этом на встрече с журналистами 22 января заявил политолог Теван Пагасян. По мнению эксперта, Пашинян, возможно, пытается выдвинуть аргументы, исходя из своих страхов после подписанного 9 ноября заявления. В любом случае каждому Арцахцу больно слышать такие слова, особенно из уст главы государства. Как ни странно, заявление Пашиняна о Шуши имело и положительный эффект. Общественность начала углубляться в исторические факты, интересоваться и переоценивать свое наследие, отметил он. Пагасян напомнил, что Азербайджан и Турция уже больше стали отведут политику уничтожения армян, а сегодня эта политика уже является ключом к созданию великого Турана, о чем говорит Эрдоган, который одержим этой идеей. В прошлом году наши враги провели 5-6 учений. К сожалению, для нас это не стало уроком. Мы вместе с нашим союзником должны понимать, что нужно вести единую работу, проводить учения, восстанавливать оборонный потенциал. У Армении три пути выхода из сложившейся ситуации, или она осознает свою роль и становится костью в горле на пути к созданию Турана, или становится турецким велоетом, или просто исчезнет. Никто вместо нас никакую территорию нам не вернет. Последняя война продемонстрировала, что мы сами должны решать свои проблемы, подчеркнул политолог. Что касается военнопленных, то, здесь, по его словам, есть два пути. Наличие у армянской стороны большего количества азербайджанских пленных, чтобы Баку был заинтересован в обмене, или мобилизации ресурсов 10 миллионов армян, чтобы Азербайджан на международной арене столкнулся с большим давлением. В любом случае, чтобы иметь поддержку со стороны других стран, нужно этим странам что-то предложить, поскольку никто не будет ничего делать вне рамок своих интересов. Все это нынешние власти не способны сделать, они не владеют ни статистикой, ни ситуацией. Призывы же молчать, чтобы не навредить процессу, неубедительны и являются лишь оправданием, поскольку проблема именно в провале в сфере госуправления. Думаю, именно такую политику будут вести власти с учетом также того, что у них нет кадровой базы. Вместе с тем каждый новый день их пребывания у руля государства углубляет проблемы в сфере безопасности. Власти должны уйти во имя армянских интересов, должны уйти осознанно, не силовым путем. Об этом говорят и президент, и оппозиционные деятели. Это даст общественности шанс найти в себе силу сформировать временное правительство и объединиться. Власти пока этого не делают, что, видимо, связанное со страхами в рамках личных интересов, заключил Погосян. Продолжение следует...